Уши, чтоб там не шумели, мы пришли сюда с великой миссией возвестить Слово Божие, что ждет эту рулетку, огонь вечного поражения и рассказать о радости, что Иисус Христос умер и воскрес в третий день и дарует прощение всем, кто молится, просит. Вот, вы можете задавать вопросы. Ты воевал, дед? Повторите. Ты воевал, дед? Да, конечно. Где воевал? Воевал, здесь, внутри, с самим собою, со своими страстями, пока Христос не встретился и дал одержать полную победу. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Без победы над этими грехами никто не поселится. А это самое трудное, можно завоевать всю страну и быть рабом страстей. Вы видели, что даже Сталин, Черчилль, курили сокращая... А если мы, вот, например, сотридят, если мы курим и пьем, и трахаемся, это зависит ли, курили? Ну, хорошо. Ты, Евангелие, если считаешь, ты поймешь, что там ответ на все вопросы. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь, я был начальник детского лагеря, 48 лет. Без помощи государства. Ты же вроде бы воевал. И не имеет значения. Победа одержана, дальше трудимся на поприще. На морднике. Сними всю эту пакость, поговорим. Я вам покажу великий и недостигаемый. Господь послал нас возвестить истину Божью. О любви Божией, что Иисус умер и воскрес. Зачем вы надеваете эту глупость-то? Лицо хорошее Бог дал вам. А как могло тело во время среди камней пропасть? Объясните мне тогда, пожалуйста, если Господь Бог существует. А кто пропал? Он же себя замуровал среди камней. Как тело пропало? Вы говорите, я не пойму. Среди камней что случилось? Я тоже не понимаю. Так он же сам себя замуровал среди камней, если читать по Библию. Как это так? Куда тело исчезло? А какое тело? Поясните, пожалуйста. Бога, если Он существует. А как среди камней? Он и никогда среди камней не был. Ну, значит, Библия все фига. Хорошего вам дня. Извините и до свидания. Вы разговариваете? Вы же разговариваете? Да, да. Вы знаете о том, что Господь послан на землю Иисуса Христа, который умер за грехи людей на кресте и воскрес третий день? Воскрес третий день. Вот он знает, дед. Вы это знаете? Он знает. Я разговариваю с человеком верующим. Салам алейкум. Салам алейкум. Ну, вы эту книгу знаете? Да, да, да. Это Корам. Так, вы ее читали, знаете, содержание? Да, да. Я вас по ней могу спрашивать что-то? Я вас по ней могу спрашивать. А вы меня спрашиваете по этой книге? Это Библия. Да. Я по вашей книге спрашиваю. Пятая сура, 47-й и 66-й аят. О чем говорят? О чем говорят? Пятая сура, пятая, пятая сура, 47-й и 66-й аят. Они говорят о том, что мы, христиане, люди Писания. Вы это считали? Люди Писания. А когда это... Это было сказано в 7 веке. А в то время другого Писания не было, как сейчас. Одна Библия. И там написано, что Всевышний... Христиане это... Это на сегодня христиане. А на том же земле они... Короче, как я объясняю тогда? Иисус Христос, как там про Иисуса говорят. Иисус это тоже пророк. Знаете, да? То, что Он пророк, Он пророк. А последний пророк, это Мухаммед, Салам, Аллах, Валай Вашанам. Знаешь, что это? Ты этого знаешь? Я знаю, что Иисус Христос, Второй Христос Троицы. Я вашу книгу не трогаю, не опровергаю. Почему? Это ваша книга. А это моя. И в ней написано то, что я вам говорю. Что Он умер за наши грехи, как Бога-человек. Я вам говорю, что там говорится о том, что христиане на сегодня христиане. А на завтра они будут отвечать по-другому. Понимаешь, забей? Я вашу книгу не трогаю сейчас. Вы меня не слышите? Я не задеваю эту книгу вашу никак. Я просто говорю так. Там написано, что нам Всевышний, 66 аят 5 суры, Всевышний дал инжил. Инжил, Евангелие. В 47-й, что ты сказал в день. Что такое инжил? Почему 46-й говоришь? Там написано инжил. Что такое инжил? Это Евангелие. Не просто вера. Вера. Евангелие. И там написано, что мы жили по нему. Там написано дальше. Так, слушай внимательно. Мы пришли сюда возвестить волю Божию. По этой книге. У вас есть она дома? Да. У Евреи есть. Да. А вы можете показать ее? А мы в школе. Ну, не дома. А, в школе. Это понятно. Да. А вы знаете, что Иисус Христос умер на кресте, прибитый, и потом воскрес в третий день? Конечно. И на Пасху. Вот сейчас эта неделя заканчивается. Какой Егова, Бобка. Эта неделя заканчивается масляно, и начинается Великий Пост 7 недель, а потом Пасха. И все приветствуем Христос в воскрес. Молодцы. А вы пост будете соблюдать? Что? Пост соблюдать будете? Конечно, будет. Ты зачем пришел сюда, а? Ну-ка, иди сюда. Ох, 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 ох. О, какой красавец. Ваш котейка. Ну, давай. Опа. Мы проповедуем Христа распятого и воскреса, чтобы люди жили по заповедям Божьим. Я вам маленький наказ хотел бы дать сразу, а то вы быстро уходите. Никогда, девочки, ни в всю машину не садитесь, и никому на дом не заходите. Берегите себя. Очень много теряется. Он тебя видит, в машину задернул, и все, исчезло навсегда. Берегите себя. Берегите себя. Пока, до свидания. Все, с Богом. Главное так, смело называется, атеист. А когда я спрашиваю, что такое атеист, ни один не может объяснить. Если вы атеист, то это намного... Да, Библия. Да, Библия. Атеист, если это хуже, чем безбожник. Безбожник, ничего нет. А атеист воюет против Бога, которого не верит. Нету. Это вообще экзотика. 3000 лет назад в Псалтире, 13 Псалом, 52, Давыд написал, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они совершили гнусные преступления. Нет делающее добро, нет ни одного. Делающее добро идет к свету, дабы явно были дела его. Делающее зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, потому что дела его злы. Евангелие от Иоанна, 3 глава. А вы верующий? Я верующий. 58 лет с Библией в руках, проповедуя перед всем миром, работая на стройке. Отлично. Вот если у вас есть вопросы, вы можете взять мой ключ, прийти в гости, и там получите ответ. А вы знаете, какой ключ? В скайпе Игнатий Лапкин, если зарядите, я Игнатий Лапкин. В Алтайский край, в Барнауле я нахожусь. И там вы зайдете, я вам скину мой... Да вот у меня есть... Слово Божие, как надо жить. Содом и Гоморру устроили здесь. А мы проповедуем о Христе, что Он умер и в третий день воскрес, чтобы дать нам спасение. Откуда ты, дядя? Так, вы только можете сейчас, вы можете сейчас не ругаться, чтобы ни одного слова плохого не было. Нет, слово плохого от нас не было. Так, я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул, Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год. А кто ты, а кто ты, баптист, да? Я православный, вы совсем мужик неразумный. Баптисты рукой не крестятся, стектанты борода не носят, ты вообще опупелый. Обкуренные, сидят главные. Думаю, видно, что я православный. Официальная церковь. Мы строим православную деревню с нуля. Должно быть видно, что ты православный. Мы строим православную деревню. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Деревню строим. Одна на всю страну такая деревня. Город Барнаул? Да, от Барнаула 150 километров. А что за деревня? 81-й год мне. Ну что, держится. Он боится, упадет один за вас, прицепился, мужик-то. Так, мужики, смех плохой, конечно. В Библии написано, смех ваш обратится в плащ и в рыдание. Надо верить в Господа, глупостями не заниматься. Вот это разное сожительство мужика с мужиком, тут что творится, это все будет гореть в огне вечном сатаной. Я должен возвестить. Другого я не могу сказать. Я обязан, я обязан, я обязан это сказать. Слово Божие говорит, Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков в аду ему. Дядя, ты в натуре ебутый. Так, ну что, ругаться будешь сейчас, да? Да. А полетист разве? Нет. И вы не верите в то, что нам Бог дал книгу свою, и что Он нас сотворил, вам все равно? Нет, вот вообще все равно. Но после смерти там разделяется навсегда. Одни идут в рай, другие в ад. Где вы будете? Я пойду в ад. И вы что, сегодня встали и не молились даже? Нет, не надо меня, пожалуйста. Нету, нету, да? Вы будете несчастны, будете разведенкой, без Бога-то. Вас ни один мужик не будет держать, потому что послушания нет. Су-восемьдесят шесть процентов разводов первые три года. Вы одна из несчастных, аборты один за другим будут, сделаешься убийцей кровавой. А у нас вот, да, мы верим в Бога. И пришли рассказать людям, что ждет их вместе с этой рулеткой. Геона огненная, этот садом сгорит. Но главное, рада, что Иисус умер за грехи людей и воскрес. И всех зовет к покаянию. Вы так, сядьте, чтобы видно было-то, и будете задавать вопросы, любые. А я вам постараюсь ответить. А вы кто? Я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаву, Алтайский край. Верующий христианин православный. И священник? Я не священник, брат у меня священник. Я простой человек, староста крестовозвиженской общины, РПЦЗ. Понятно. У вас вопросы какие-то есть для спасения души? Это как? А это так, что тут ты никого не найдешь в рулетке, ни мужа, ни друга. Здесь один разврат. И вам тут... Я знаю. Вы знаете, женщины голые с сиськами трясут, мужчины анонизмом занимаются. Безобразие ужасное. И мы пришли сказать об этом, что все это пойдет в ад. В гену огненную. Я тоже самое говорю. Вот вы, если зашли бы на наши ресурсы, у нас, у меня есть видеоканал, вы увидели, как у нас одеваются, какие братья, какие сестры. Более красивого нигде не найдешь. Какой канал? Что? Канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал на Ютубе. Самый большой. Самый большой. Общий просмотр 46 миллионов. Хорошо. Вот можете зайти. А если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Там я все ресурсы могу скинуть. Можем побеседовать. Хорошо. Вопросы-то есть какие? Нет, все. Вопросов нету? Жизнь окончилась. Нет. У живого человека всегда есть вопросы. Даже где пищу достать, куда пойти, с кем разговаривать. Ну, значит, пока нет вопросов. Не понял. Еще раз. Нету мне вопросов кого? Нету вопросов. Ну, что сказать. Вас как звать-то? Виктория. Виктория означает «победительница» в переводе на русский язык. Вот будь Виктория такой. Алена? Побеждай грехи, страсти. Живи для Бога. Тебе сколько лет-то? Четырнадцать. Четырнадцать. А мне восемьдесят первый. Я могу тебе, Виктория, дать совет. Никогда никому в дом не заходи. В машину не садись, береги себя. Потому что много теряется несовершеннолетних, да и взрослых. Будь умницей. А если я себе имя поменяла? Идешь тогда, да обязательно скажи родителям, благословись у них. Три поклона из-за двери, тогда тебя сатана не тронет. Хорошо. А вот если я вот себе имя поменяла? Я не расслышал вопрос. Вот я себе поменяла имя. Что ж такое-то, никак не пойму. Ну ладно, раз напечатать-то не можете тут, чтобы понял я что. Я говорю, вот я себе имя поменяла. Если бы это повлияло, что-то вот не совмещается у меня. Сейчас напишу. Далековато микрофон может быть. Да интернет-то он передается. Я себе поменяла имя. Поменяла имя? Да. Да ты зачем же, миленькая? Виктория, такое прекрасное имя. Нет, меня зовут отражение Алена. Алена, это Елена, означает факел. Факел, освещающий путь другим. Наши-то имена все греческие, еврейские, латинские, персидские, славянские. Вот тогда так. Поменять ты можешь в крещении. Когда крещение принимают, тогда можно имя поменять. Я уже крещула, да. У вас какие-то вопросы есть? Ну, что мне нужно остерегаться, или что мне не надо делать? Я знаю, что нужно. И высчитать Евангелие, молиться, и сходить в церковь православную, на исповедь к священнику. И он тебе подскажет. Спасибо. Ну, всего хорошего. С Богом.